Добрый день! Предлагаю вам послушать отрывок из замечательного произведения «Приключения Тома Сойера» Марка Твина. Жестокие слова я не подумал. Том пришел домой нахмуренный, мрачный, и первые же слова, какие он услышал от тетки, показали ему, что здесь его горе не встретит сочувствия. Том, я с тебя в шкуру спущу. Тетушка, что я сделал? И ты еще спрашиваешь? Я, как старая дура, иду к Сирине Гарпер и думаю, что она вслед за мною, поверив всей этой чуши насчет твоего чудесного сна. И здравствуйте! Оказывается, ее Джо рассказал ей, что ты просто-напросто прокрался в тот вечер сюда и подслушал наш разговор. Не знаю, Том, что может выйти из мальчика, который так бессовестно лжет. Мне больно думать, что ты дал мне пойти к Сирине Гарпер, чтобы все смеялись надо мной, как над дурой, и даже не попытался меня удержать. Теперь вся эта история представилась Тому в ином освещении. До сих пор его утренняя проделка казалась ему очень милой и ловко придуманной шуткой. Теперь же она сразу потускнела, стала ничтожной и жалкой. Он повесил голову и в первую минуту не знал, что ответить. Потом сказал. Тетя, мне жалко, что я это сделал. Но я как-то не подумал. Ах, милый мой, ты никогда не думаешь, ты никогда ни о чем не думаешь, только о себе и своих удовольствиях. Небось тебе пришло в голову явиться сюда с Джексонова острова ночью, чтобы посмеяться над нашим несчастьем. Пришло в голову морочить меня россказнями о том, что ты видел во сне, а вот пожалеть нас, избавить от горя, об этом ты не подумал. Тетя, я теперь понимаю, что это было мерзко, но я не хотел сделать подлость. Даю вам честное слово. Да и кроме того, тогда вечером я приходил совсем не для того, чтобы смеяться над вами. А для чего же? Я хотел сказать вам, чтобы вы не беспокоились о нас, что мы не утонули. Том, Том, я возблагодарила бы Господа Бога в самой горячей молитве, если бы только могла поверить, что тебе пришла в голову такая добрая мысль. Но ты сам знаешь, что этого не было. И я знаю, Том. Было, было, даю вам честное слово, что было. Не сойти мне с этого места, было. Ах, Том, не лги, не выдумывай, этого сто раз хуже. Это, тетя, не ложь, это правда. Мне хотелось, чтобы вы не горевали, и вот я пришел тогда вечером. Я отдала бы все на свете, чтобы поверить тебе. Это искупило бы все твои грехи. Если бы это было так, я даже не жалела бы о том, что ты убежал из дому и натворил столько бед. Но нет, все неправда. Иначе ты непременно сказал бы мне, для чего ты пришел. Видите, когда вы стали говорить, что нас будут отпевать, как покойников, мне вдруг представилось, как будет чудесно, если мы проберемся в церковь и спрячемся там на хорах. И, конечно, мне очень захотелось, чтобы так оно и было. Поэтому я сунул кору обратно в карман и не сказал ни словечко. Какую кору? А ту, где я написал вам, что мы ушли в пираты, я так теперь жалею, что вы не проснулись, когда я вас поцеловал. Ужасно жалею, честное слово. Суровые складки на лице тети Полли разгладились, и в глазах ее засияла внезапная нежность. А ты правда поцеловал меня, Том? Ну да, поцеловал. И это верно? Еще бы! Почему же ты меня поцеловал, Том? Потому что я вас так любил в ту минуту, и вы стынали во сне, и мне было вас очень жалко. Это, пожалуй, было похоже на правду. Старушка сказала с дрожью в голосе, который она не могла скрыть. Поцелуй меня еще раз, Том, и вступай в школу, и не приставай ко мне больше. Едва только он ушел, тетя Полли побежала в чулан и вытащила рваную куртку, которую он носил во время своих разбойничьих подвигов. Взяв куртку в руки, она вдруг остановилась и сказала себе, «Нет, лучше не надо, бедный мальчик, я уверена, что он солгал. Но то была святая ложь, святая, потому что ею он думал утешить меня. И я надеюсь, и я знаю, что Господь простит его, потому что он солгал по доброте. Но мне не хотелось бы убедиться, что это ложь, и я не стану смотреть». Она отложила куртку и с минуту раздумывала. Дважды она протягивала к ней руку и дважды одергивала. Наконец решилась, подкрепив себя мыслью, «Это добрая, добрая ложь, я не позволю себе огорчаться». И она сунула руку в карман. Через минуту она уже читала строки, написанные Томом на куске коры, и говорила сквозь слезы, «Теперь я могла бы простить ему хоть миллион грехов». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова